хей окей с вами шумки и мы продолжаем проходить игру по названием dark side 1 2 так короче у нас есть цель с вами чел что ты стоишь что мы наделали придется действовать отдельно ты ищешь стража я займусь остальными дальше ты пойдешь без меня все уйти мне придется идти от я понял что теперь лошадку не могут заюзать пойдемте в поиск этого стража так вот зачем мы тогда проход с вами открыли вперед-вперед-вперед есть место на пока это эти последние серии с музыки нужно где-то трендерить все так это по идее выхода уже у нас телепортироваться шмаго с этого места так три камень сразу улучшить отлично о карта вся карта что это значит чем-то ты а он пошел к древу все-таки а теперь нам нужно пойти сюда и сказал да сюда мысли я что не могу сбросить квест из реперси сейчас а нужно вместе все-таки закончить ладно погнали не место для лошади выпустили мы махину но зато нам надо надеюсь буду надеяться откроет врата так вот он за творцов страш вышел из-под контроля он сошел с ума осадник а эйдар не знают об этом осмотрись получше у нас есть новые товары классно мрачные косые молнии сколько могу поспорит у косу продать в принципе 13000 неплохо подойдет остальному люди в сраку убирайся большую тебя ничего покупать вообще себя невыгодно сделал ими годном разве такое пипелище было я тоже думаю что нет немножко голову с там сломал немножко всего тут поразрушал все в порядке нет не может быть каменный ублюдок скажи мне где страж отправляйся в пустоши за городом и поторопись эйдард ждет вас обоих окей что тогда на тренировки потратится в воздухе от смерти или наброса а подождите так это при уклонении вперед а короче все это покупаю идем дальше одна из моих любимых штук окей 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 но я в принципе уже все не выкупил я думал там типа для перчаток знаете все такое оказывается нет нужно как раз и будет у того чертика закупиться самым дорогим сундуком раньше мы с ним часто но в первой части там часто нужно было с ним взаимодействовать а сейчас как там скупенько страж это не страшно это титан старик не надо он сейчас еще раз давит нет бля я вискат у него тут молот он их я думал его убил лена почти убил ями творца как больно так он запечатал вход я не смогу ему помочь а поэтому же на что покажи на что способен в это сейчас серьезно у нас рука а ну ладно так он легенький так как я понял мне нужно теперь захват окей поехали вперед-вперед-вперед-вперед у нас ломай быстрее отлично один осколк есть осталось еще два ломать и она это не очень жестко на самом деле потому что сейчас эту пушку зарядит я не успел а так она за мной гонится да какой одному тоже гонишь а можно вау каеф зритель что мне с тобой делать а и 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 там она кануел и место для лошади ты взорвал а теперь я понял почему он мне наносил урон не очень приятный босс ну так я его мог и так убить а нет мне просто в первый раз решили не показывать как он падает и ладно допустим а почти за дело и за твоим ногам я тебе отвечаю немного глупо на самом деле это битва сделано то что нужно прыгать плюс при этом зацепиться отлично осталось только голова баки покатимся 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 а ,, 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 темные когти бессмертный лорд преданный незаложаемый королю аргулу сделал эти когти из предника когда аргул был изложен много или ком командиры были уничтожены а темные когти казалось были утеряны навсегда это оружие бурлить силой зимнем зимнего холода и каждый удар и замораживает кровь своих жертв и враги которые полностью заморожены ими еще и язвимы к их ударам и получать так чудовищные раны от после последующих атак окей у нас нет другого выбора ты должен убить его всадник но если мы хотим расчистить путь древу жизни мне придется снова его воскресить сколько раз ты будешь заставлять меня убивать его новый страж будет очищен от порчи надеюсь ты прав это меня откроешь проход ты не выживешь я творец таково мое настоящее предназначение так же как твое от воду этого невозможно изменения старик еще не нужно остается иди к древу всадник у тебя впереди еще долгий путь на это гг заменять с титанами ну открывай проход теперь давай выхлазить в глаз мог как херни этим молотом а и а Новый уровень. Ваша сила у вас заросла, получен очко, неизвестный перед подарком, передает подарок, какой подарок интересный, нужно будет сходить, посмотреть, так, 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 так. Возьму шкрит. Так, хорошо. Теперь у нас древо жизни, да, открылось. Найти и убить выхера. Пойдем, короче, убивать выхера. Ну, там два врага. Ну, это ладно. Вейхер, я иду за тобой. Уж сорян. Я уже могу прилетать с помощью лап. Так почему я не могу использовать двойной прыжок? Это жаль. И потом отправимся к древу. И мне, по идее, на почту, что там, да, сообщение пришло. Как было написано. Так, мне нужен проход. Красной дверью. Так, вот проход. Вот. А пойдет оно. А пойдет оно. Эх. Так, пистолет. Вейхер. Я немножко не понимаю твоих атак, приятель. О'кей. Как мне его убивать? Вейхер. 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 Главное не падай. Ой Ил Та Чё за дерьмище Чел, это херь Не, не, возвращайся Какого хорошего Отлично, отлично, отлично Нихо-тихо-тихо Ништяк Пока-пока Когти Вейхером Так, найденные в теле зверя эти косы В течение столетий мучили вейхер Так, за чаровное лезвие Впитали в себе ее специфические качества И стали оружием легендарной силы Их прошлые владельцы неизвестен Но качество работы Не имеет равных Эти лезвие могут резать с Необыкновенной точностью и силой Отделяй плоть от кости Так Так А, ну Критический урон 100 Ну Урон Я понимаю, что сейчас сделаю А я не могу его дать Как так Не, ну Пускай будет мрак, хотя Так Так Творец производства безумия Курнезвыков На этот талисман Из оружия и доспехов Воинов убитых Так Благодаря мрачному талисману Любое оружие В его владельце будет При каждом ударе Вырабатывать энергию Не целых Окей, ладно Даже А вот Мне дали Еще когти А, когтяхи я тоже Да, не могу В косу Заюзать Э, Жалько 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 Тогда, значит Только на продажу Получается Только на продажу только только на продажу еще вот это непонятно что это за херь непонятной печати так окей поехали картам отсюда короче отправляемся и отправляемся убил я вы херам потом можем вернуть когда еще двоих этих убью и вернемся купим хп-шки пилки то есть и группы в эту тварь так для жизни поехали ой 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 сообщения до не прочел Chi давайте сделано ладно в как так вы быстро туда вернуться да и все не мучиться должно по сути время охватить мне по 1 быстро пробежимся посмотрим пойди письмо подошли мне что подарок пришел как было написано когда убили старика значит нужно по продавать будет идти ненужные вещи мне письмецо письмецо не пришло письмецом так местоположение я приглашаю тебя к совершить и верно а к соревнованию в горнили вечная слава ожидая тебя по завершению если вы если вы если вы живешь надими если хочешь принять вызов мы можем попасть его горнила используя быстрое перемещение от кого-то подарок неизвестный так безумец в преддверии нового пути в с закрытый низ так известностью путник делает первый шаг будущий безумцем и лишь в пути обретать знания на карте мира открыто горнила возьмите с собой эту карту и и узнать и личность отправителя и его мотивы окей так горнила да это здесь это плавильня это какой-то дался да скорее уже пошло кузнечные земли еще не был или это все и она есть древо жизни даже не знаю ладно короче голос начал в этот пойдем убьем двоих тех последних а я не купил хилки и тогда пойдем в это горнила посмотрим что там по сути же тут конечно я не уверен что близится уже конец хотя у нас тут еще две неизвестные еще две неизвестные фиговинки ну мне в горнила обязательно нужно сходить будет надеюсь по завершению сюжетки я смогу потом дальше путешествовать очень на это надеюсь зеленая лащи нам так давай наверно сюда быстро херячить мутное место какое-то древо жизни что я уже прискакал серьезно как-то быстро лишь еще закрыто это пологово так там какие-то врата древо жизни опыт получен очко менее я пожалуйста скажите что я смогу потом оттуда вернуться как ты пришел и несешь свой грех словно это знак отваги чего ты хочешь бледный всадник вернуть человечество на бесплодную планету лишенную жизни люди слабы и безвольны им не пережить возвращения да они не заслуживают не нам их судить я это делаю чтобы избавить войну от наказания совета а что с нефилимами ты спасешь одних и погубишь других нефилимы угрожают равновесию если бы мы захватили ничего этого не случилось бы и пошел против нас уничтожил наши тела а души заточил в своем амулете кто ты я думаю ты знаешь когда-то ты называл меня братом а весолом я отрекся от этого имени теперь я зовусь порчи я был рожден в тот день когда ты направил свои косы против нас и скоро я стану всем древо жизни склонилась во тьму от иссокшихся корней до безжизненных ветвей и даже смерти не избежать этой участи а уж пожалуйста скажите что я могу вернуться что такое душа кто-то называет ее искрой что разгоняет тьму и порождает жизнь но как быть со смертью который стал всадником тот день когда убил нефилим он убил своих братьев свои дружи и а весолом нефилим и не могут попасть в рай есть же мир и для ангелов и демонов почему нет для нас рай принадлежит людям он принадлежит всем кто его возьмет вечность не дала ответа на вопрос стоило ли это того браво этот щитейне принес порчу и принес ему имя всегубителя ту горькую победу нельзя исправить окей древо смерти а бледный садик не странно ли что многие попадают сюда паф от твоей руки а ты сам так редко навещаешь королевство мертвых я не собирался в это проклятое место я искал древо жизни и нашел его и и вот я здесь древо это не пункт назначения мой друг а всего лишь портал в другие миры если тебе нужно древо значит ты нашел его тогда похоже меня обманули не так быстро постичь мудрость древо не просто если она отправила тебя сюда значит так нужно возможно я смогу помочь очень сомневаюсь тебе стоит прислушаться к моим словам я опытный торговец и умею угодить клиенту скажи мне всадник что тебе нужно я хочу оправдать своего брата и восстановить равновесие ах да это я уже слышал твой брат явился не дождавшись зова и человечеству пришлось расплачиваться попридержи свой язык я никого не осуждаю приятель только говорю то что слышал ты был прав когда говорил что ищешь древо но это всего лишь врата тебе нужен источник душ это дерево древо жизни древо смерти врата в другие миры я ничего об этом не знаю неужели я был так слеп или ты мне все время лжешь многое скрывалось от нефилимов и от четырех всадников почему потому что неверение должно сдерживать силу все бы погибло если бы нефилимы узнали истинную природу древо я отрекся от нефилимов стал воином равновесия даже убивал свой народ я защищаю эти миры тебя и древо и все же я подобен путнику во мраке ночи отрекся да но не забыл нефилим продолжает жить в тебе но что я могу знать я всего лишь простой торговец что ты ты так и не сказал кто ты такой история моего народа сгорела дотла как и мой мир забытый даже теми кто уничтожил ее от них остался только пепел не мы первые не мы последние таков порядок порядок это равновесие а что уравновешивает жизнь небытие или порча в конце концов она поглотит всех нас кажется да это не объясняет того что здесь делаешь ты я обычный торговец которым движет страсть к самым лучшим вещам в жизни и смерти окей я счастлив предложить тебе свой товар источник душ может возродить человечество и даже больше через источник в это царство попадают мертвые души со всех миров и через него же они попадают обратно в миры когда приходит их очередь возродиться что если бы я захотел вернуться в кузнечные земли у древа жизни много врат всадник какие-то могут помочь тебе вернуться на свой путь многие врата закрыты но те что ведут в кузнечные земли остаются открыты вау выбирай что люба твоему сердцу талисманчики слушайте я так смотрю а сыра там что идет да идет так жестко тысяч пять допустим я тебе верю и откуда мне начать свои поиски ты должен взобраться на змеиный пик и предстать перед вечным троном на котором выседает костяной владыка он укажет тебе путь к источнику или заберет твою душу перед тем как уйти всадник подумай вот о чем моего народа больше нет но остались реликвии ты можешь столкнуться с ними во время странствий для большинства они бесполезны но для меня представляют огромную ценность верни мне реликвии и я заплачу за каждую окей просто открываем карту древо смерти вау королеса мертвых у нас теперь нихера себе а гарнира и все тут уж она есть так змеиный пик утроба лабиринт судьбы душ город мертвых вечный трон логово незаложного короля алтаре на пси камер он какой-то окей а где я здесь а не суть так я хотел посмотреть вот что если я мог ее продать значит она блять на меня не одета охренеть следующий вопрос так найти вейхера так но это в этом мире да у нас все да психомер он и король там хорошо значит можно назад не возвращаться потому что мы отсюда можем попасть в горнила давайте тогда я думаю на этом закончим мы попали с вами мир мертвых я замечу такой момент у нас врата тут там нас врата братишка у нас есть здесь и братишка у нас есть здесь это у нас кузня да это у нас кузня у нас освещали счет там проход там проход и там проход то есть у нас еще закрытых три локации одна новая огромная локация ну и одна уже считай следована поэтому как-то так я но это жестко на самом деле поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока не закончил нужно сохраниться и я хочу чекнуть по способностям ничего не прибавилось увы нет но я думаю буду надеяться может там еще продолжение будет какое-то но как вы видите вот здесь последний у нас прокачка будет и в принципе все поэтому всем пока то все до тихий пока пока Продолжение следует...